Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня хотел бы затронуть тему вот таких вот угольников. Я думаю, у каждого мастера в столярке, либо в мастерской, в слесарке имеется угольник, и даже не один. У меня их целая куча. Есть такой угольник алюминиевый, есть вот такой в виде треугольника, также есть комбинированный угольник, и есть вот такой вот небольшой маленький. С помощью данного угольника обычно я выставляю угол на фуганке, либо когда настраиваю ленточную пилу. Да, многие скажут, что угольник вроде бы одна функция, и зачем столько много угольников иметь? На самом деле, каждый угольник хорош по-своему, и чуть дальше видео я вам расскажу, почему я выбрал столько угольников. Но для начала хотел бы рассказать, как выбрать более точный угольник. Допустим, вы приходите в магазин, глаза разбегаются, цены есть и маленькие, и большие. Конечно, хочется за маленькую цену купить более достойный угольник. Но опять же, цены кусаются на дорогие угольники. Поэтому берем недорогой угольник и подходим где подороже. К примеру, взяли дорогой угольник, и уже с помощью него проверяем свой угольничек. Если все совпало, то берем его. Вот таким вот способом можно подобрать угольник. Опять же, если вы работаете в мастерской уже давно определенным угольником, и хотите проверить, точно ли он чертит линии или нет, то есть отмеряет угол, это легко проверить. Сейчас я вам покажу. Для этого берем любую поверхность с ровной базой. Прикладываем наш угольник и прочерчиваем линию. Теперь переворачиваем наш угольник, опять прикладываем к базе и проверяем, совпадают наши линии или нет. Как видим, наши линии не совпали. Следовательно, угольник показывает неверно. Но хотелось бы заметить, для каких-то плотницких работ, для неточных, этот угольник будет самый то. Его не жалко, допустим, повредить. Для каких-то столярных работ, конечно, данный угольник уже не подойдет. Кроме как чертить угол 90 градусов, данным угольником можем чертить еще угол 45 градусов. Для этого на угольнике есть вот такой скос под 45 градусов. Прикладываем его к базе угольника этим местом. И все. И теперь можем чертить линии. Также угольником можно чертить и другие углы. К примеру, ходовые углы такие, как 30 градусов, 60 градусов. А чертятся они очень легко. Нужно запомнить две цифры. 18 миллиметров и 32 миллиметра. Как это чертится, сейчас я вам покажу. Итак, чтобы начертить 60 градусов, нам нужно угольник поворачивать вот таким способом. Пока база не будет совпадать с 18 миллиметрами. Вот здесь у нас 18 миллиметров. И здесь у нас база совпадает. Все. Все совпало. Теперь можем проводить линию. Все. Провели. Здесь у нас получается угол 60 градусов. Теперь давайте начертим угол 30 градусов. Для этого нам нужно угольник поворачивать в другую сторону. Поворачиваем, чтобы у нас база совпала с отметкой 32 миллиметра. Все. Совпало. И чертим линию. Все. Этот угол у нас 30 градусов. Также данный угольник можно усовершенствовать. Как видим, на расстоянии 3, 4, 5, 10 сантиметров я просверлил вот такие небольшие отверстия. Часто делаю разметку. Особенно часто попадается 50 миллиметров. Поэтому просверлил отверстия. Берем наш угольник, вставляем карандаш и прочерчиваем линию. Линия получается на всем расстоянии, одинаковой ширины. Можно сделать также под какую вам разметку. Не обязательно сверлить каждый сантиметр. Допустим, часто пользуетесь, какие-то детали делаете однотипные. Вот, допустим, там нужна ширина 70 миллиметров. Просверлили где 70 и также прочерчиваете. Конечно, для этих целей лучше подойдет вот такой комбинированный угольник. Очень удобно им работать. То есть вы ослабили гайку, выставили нужную вам длину и прочертили линию. Но опять же, здесь нужно немножко его усовершенствовать. К примеру, взять вот такой небольшой надфиль и сделать небольшое углубление по середине под карандаш. То есть вот таким вот образом. Все, как видим, сделали углубление и теперь карандаш не будет слетать. То есть выставили нужную нам длину, карандашик подставили и чертим линию. Линия получается на одной ширине, по всей длине. Также при помощи комбинированного угольника легко выставлять вылет фрезы на фрезере. То есть вот таким вот способом мы выставляем вылет фрезы. Также таким способом можно настроить вылет диска на циркулярной пиле. То есть выставили высоту и под такую высоту уже настроили диск. Также при помощи обычного угольника и линейки мы можем найти центр любой окружности. Берем нашу линейку и прикладываем вот таким вот способом. Теперь прижимаем к нашей окружности. Должно быть две точки соприкосновения. Вот здесь и здесь. И все. И теперь прочерчиваем линию. Теперь поворачиваем нашу заготовку и опять прикладываем и прочерчиваем линию. Все. Вот здесь у нас находится центр. Но также хотелось заметить, что не каждым угольником можно найти центр. Вот этим можно найти. Вот этим угольником уже не получится. Так как здесь скос под 45 градусов идет не в ноль. То есть смотрите, если мы приложим линейку и сделаем упор, то видим, что у нас линейка не совпадает. То есть центр мы таким способом не найдем. Тоже на это обращайте внимание. Если хотите найти центр, то лучше искать угольник, чтобы ноль у него совпадал вот с этой базой. Следующий лайфхак. Я давно уже увидел у своего коллеги по цеху Сергея с канала Домашний Мастер. И хотелось бы поделиться с вами. Возможно, кто-то не видел. Лайфхак заключается в том, что иногда заготовку нужно поделить на две части. К примеру, у нас заготовка длиной 17,7-17,9. Нужно это делить, считать. Проще сделать следующим образом. Мы берем угольничек и поворачиваем до ровного числа вот здесь. К примеру, 18 пополам это 9. То есть получается, заготовка у нас сейчас разделена пополам. Можно, допустим, опять же, не 18 сделать, а 20. К примеру, довели 20. 20 пополам это 10. Все. Проводим линию. Наша заготовка поделена пополам. Друзья, вот такое коротенькое видео сегодня с вами получилось. Поговорили вот про такие угольники. Я думаю, для молодых мастеров будет что подчеркнуть. Кстати, на некоторые угольники я оставлю внизу ссылочки под описанием. К примеру, вот на такой комбинированный угольник, которым я уже давно пользуюсь. Ему удобно регулировать вылет фрезы, вылет диска на циркулярной пиле. И также вот на такой маленький угольничек, которым я выставляю угол на фуганке и также настраиваю ленточную пилу. Ну а мы на этом будем заканчивать. Напишите в комментариях, как вам идеи, как вам видео, понравилось, нет. Какие идеи вы знаете, возможно, какие-то интересные идеи. Всегда рад вас выслушать и ответить на ваши комментарии. На этом будем заканчивать. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok